МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его нашли в колбасе, а подсели на него изначально голливудские звезды. Теперь же этот яд – любимец многих, но особенно женщин. В эфире «Ноукомания», меня зовут Екатерина Берецкая, и ближайшие полчаса будем говорить о ботулотоксине, или привычнее для нас о ботоксе. Итак, смотрите в программе. Откуда ботулотоксин в грибах и почему он на самом деле опасен? Лечение мигрени и гипергидроза, только ли в косметологии применяют ботулотоксин? И ботокс для волос, как работает это вещество в умелых руках парикмахера. Ботулотоксин, а точнее бактерию, удалось выделить в конце 19 века. И все благодаря кровяной колбасе. До изобретения крышек для консервирования мясные продукты хранили, заливая салом, и если их плохо термически обрабатывали, сохранялись бактерии, продуцирующие токсин. Его даже изучали военные медики в рамках программ по созданию биологического оружия и защите военнослужащих от ботулизма, заболевания, при котором атрофируются мышцы. К счастью, он по такому назначению использован не был. Спустя почти полвека возможность коррекции мимических морщин стала случайной находкой американских врачей Алистера и Джин К. Рутерс. Офтальмолог Алистер лечил пациентов, страдающих блефароспазмом, это когда человек непроизвольно моргает, с помощью ботокса. Тогда он и заметил, что при введении ботулотоксина в круговую мышцу глаза уходит не только спазм век, но и разглаживаются гусиные лапки в уголках глаз. Его жена Джин, дерматокосметолог, начала уже целенаправленно использовать этот препарат для коррекции мимических морщин. К началу 80-х ботокс начали применять для целого ряда офтальмологических патологий. Это не только блефароспазм, но и косоглазие и гемифациальный спазм, заболевание, при котором мышцы на одной стороне лица непроизвольно сокращаются. Лишь в 1989 году был впервые зафиксирован косметический эффект ботокса. Хотя есть мнение, что одним из первых испытал этот препарат в качестве средства поддержания красоты Рональд Рейган, 40-й президент США. Первые инъекции красоты разглаживали морщины у переносицы. В начале нулевых этот метод получил официальное одобрение, и ботокс стал набирать популярность. Так что же такое ботокс или, правильно ли сказать, ботулотоксин? Попробуем разобраться прямо сейчас со старшим преподавателем кафедры аналитической химии. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Кондрив Виталий Сергеевич. Старший преподаватель кафедры аналитической химии Белорусского государственного университета. Работает в области экстракции органических соединений и исследования свойств органических растворителей, разработки способов разделения, концентрирования и выделения органических веществ. Виталий, давайте начнем сначала. Ботокс стал уже, в принципе, именем нарицательным. На самом деле, ботулотоксин, что это такое? С точки зрения химии, ботулотоксин – это белок, который вырабатывается бактерией рода Клостридии, и это одна из самых крупных в мире молекул, которая состоит из пяти видов атомов – углерод, азот, кислород, сера и водород. Но суммарно этих атомов 21 тысяча. Они вырабатываются у нас в организме и отвечают за сокращение поперечно-полосатой мускулатуры. Соответственно, биологическая роль вот этого ботулотоксина тоже влияние на поперечно-полосатую мускулатуру. С точки зрения физических свойств – это глобулярный белок, то есть который свернут в виде шарика и состоящий из двух крупных частей. Одна часть примерно весит 100 тысяч атомных единиц массы, вторая чуть поменьше – 50 тысяч атомных единиц массы. Суммарно они образуют сильнейший нейротоксин, который для нас очень-очень, к сожалению, опасен. Ботулизм. Люди от него убирают. Это как-то взаимосвязанно? Сам ботулизм – это, конечно, вещь очень страшная. Возникает он при употреблении консервов, которые были закупорены или приготовлены не совсем по технологии. Для того, чтобы ботулотоксин мог развиться, нам необходимо, чтобы, во-первых, не было кислорода, во-вторых, было достаточно продуктов для питания этих бактерий. Это, в первую очередь, углеводы и, во-вторую очередь, белки. Поэтому они очень хорошо развиваются в консервах мясных, они хорошо развиваются в грибных консервах. Но если человек это принимает, он умирает в страшных мучениях. Для того, чтобы пояснить, как действует ботулотоксин при возникновении ботулизма, мы должны из школьной биологии вспомнить понятие рефлекторной дуги. То есть, если человек получает укол или пробует что-то на вкус, или просто что-то видит или слышит, это, скажем так, первичное явление. Дальше, с помощью чувствительных нейронов оно поступает или в головной мозг, или в спинной мозг. Дальше, с помощью двигательных нейронов или мотонейронов оно вызывает сокращение или расслабление определенных мышц. Так, например, если человек касается пламени пальцем, он ощущает боль. Боль по чувствительным нервам передается в головной мозг, из головного мозга в спинной. Затем, с помощью двигательных нервов подается сигнал на сокращение мышцы, вы отдергиваете руку. Так батулизм делает следующее. Он, к сожалению, вызывает разрыв этой цепи. Он разрывает связи между двигательными нейронами, соответственно, мышца полностью расслабляется. Если его вводить в малых дозах, возникает паралич. Но если вы потребите его очень много, у вас остановится сердце и остановится дыхание. Поэтому человек умирает, к сожалению, от удушья. Страшные вещи, Виталий, говорите. Да, поэтому он очень и очень опасен. На сегодняшний момент, если грамотно готовить все консервы, правильно готовить тушенку, правильно заготавливать грибы, то батулизма, конечно, можно избежать. Но я все-таки предлагаю сейчас поговорить о ботулотоксине, на которой молятся женщины, которые сейчас вот просто без него молодость и красоту многие даже не представляют, когда этот яд начал вообще служить человеку-то. Когда-то слова парацельса прозвучали. Все, яд дело только в дозе. Так вот, на самом деле, ботулотоксин когда-то использовали в качестве боевого отравляющего вещества. Это пример бактериологического оружия. То есть, когда-то, еще во времена Второй мировой войны, американцы изготавливают бактериологическое оружие, в том числе культивируют бактерии, которые производят ботулотоксин. Если их распылить, то, конечно же, заражается очень много чего. Заражается почва, вода, продукты и так далее. Дальше они смогли выделить ботулотоксин в чистом виде. И после чего, когда увидели, что если эту концентрацию яда уменьшать, он может служить на пользу людям. Например, конечно же, в косметологии эта вещь действительно полезна. Если вы наблюдаете у себя на лице мимические морщины, то есть морщины, которые возникают от сокращения мимических мышц, вам достаточно вколоть очень-очень малую концентрацию яда. Он расслабляет моментально эти мышцы, освобождается лицо от крупных мимических морщин. Дальше. Этот яд может послужить пользу не только для уколов красоты, но и для лечения гипергидроза, то есть повышенного потоотделения. Я думаю, очень многие люди страдают от волнения, потливости рук или ног. А есть же такие люди, у которых это происходит постоянно. Соответственно, путем уколов внутрикожных, в руки, в запястье, и вы лишаетесь вот этого повышенного потоотделения на полтора-два года. Для кого-то это косметический дефект, но, как вы знаете, он вызывает сильнейшие психологические проблемы. И вот буквально одним уколом человек становится здоров. Но я знаю, что ботокс еще и в парикмахерских используют. Я предлагаю об этом посмотреть сюжет. Кроме лечебного эффекта, также имеет косметический, то есть кроме восстановления внутренней структуры, создает еще эффект визуальный красивого волоса, более уплотненного, блестящего, шелковистого. Поэтому это такой многофункциональный препарат. Он хорош как для лечения, имеет накопительный эффект, так и для того, чтобы волос выглядел ежедневно красиво. Основной компонент этого препарата – это боталотоксин, который заполняет пустоты волоса, восстанавливает структуру, имеет свойство сжимать кутикулу. И для того, чтобы препарат дольше держался, сохранялся в волосе, и вот за счет этого волос становится намного прочнее. Процедура сама происходит. Это глубокая очистка. Сначала подготовка волоса. Шампунь у глубокой очистки несколько раз промывается, открывается кутикула для лучшего проникновения волоса. Затем волос хорошо промакивается полотенцем, слегка становится влажным, и на него наносится сам состав. Составы бывают разные. Некоторые в виде спреев, некоторые наносятся с помощью кисточки на волосы, равномерно распределяется. Затем утепление происходит. Либо это термошапочка, либо это климазон утепляется. В районе 10 минут идет процесс, сам процесс вот этой выдержки. Затем препарат смывается с волос, но не полностью. Так, чтобы его не нужно смывать шампунем, он просто смывается водой слегка. И волос сушится феном до полного высыхания, и потом для закрепления эффекта проходится утюжком с различной температурой. В зависимости от того, насколько поврежден волос, используются разные температуры батюшка. Виталий, но уколы красоты и процедуры с волосами, где ботокс, нужно повторять. Куда он исчезает? Расходуется в организме. Да, расходуется. Как это происходит? Все белки имеют свойство распадаться. Батулотоксин за счет большой величины молекулы есть возможность концентрироваться в месте введения. И если вы делаете внутрикожные или буквально небольшие подкожные уколы, он концентрируется, расходуется он там очень медленно, потому что практически нет там никакой внутриклеточной или межклеточной жидкости. Соответственно, организм со временем, вводя туда определенные порции жидкости, ну, организм наш это весьма умно устроенная штука, соответственно, он их выводит. Дальше поступает это все в капилляры. Дальше стоком крови очень-очень малые порции ботулотоксина, которые для нас не опасны. Они поступают в печень, где разрушаются до безвредных компонентов. Дальше все эти продукты распада поступают в почки и выводятся вместе с мочой. Это если говорить о косметологии. Да. Виталий, спасибо, что нашли время для нашей программы. Мы продолжаем у нас научный дайджест. Способен уничтожить все человечество. Ученые выяснили, что благодаря высокой нейротоксичности препарата всего 4 килограммов токсина ботулина, распространенного в воздушной среде, хватит, чтобы убить всех людей на земном шаре. Бактерия перестает размножаться при температуре ниже 3 градусов по Цельсию в концентрированных соляных растворах и в среде с низким уровнем pH. Второй в мире по стоимости. Цена килограмма чистого ботулотоксина 150 миллиардов долларов, если верить интернет-источникам. Дороже только гормон роста. Таблетка. Несмотря на то, что ботокс ежегодно колют несколько миллионов человек во всем мире, за год производится токсина размером с таблетку парацетамола. Такого количества хватает и на лекарственные препараты, и на все косметологические клиники мира. В 10 раз больше. Именно во столько раз дозы ботулотоксина, которые используются в неврологии, больше, чем в эстетической медицине. Например, после инсульта может возникнуть спастичность, то есть гиперактивность мышц. Согласно последним европейским и американским рекомендациям, ботулотоксин типа А снижает мышечный тонус и улучшает функции тела пациента. Используют его и для лечения двигательных нарушений, таких как ДЦП и фокальная дистония. В данном случае препарат снижает спастику рук и ног. Ботокс способен избавить от головных болей, а именно мигрени. Цель терапии в данном случае – расслабить спазмированную мышцу, причину головной боли. Ботулотоксин прекращает выработку нейромедиаторов и подавляет продукцию веществ, которые участвуют в восприятии боли. Долгосрочный дезодорант. Препараты на основе токсина ботулизма показали эффективность в лечении излишней потливости подмышек, ладоней и стоп. Инъекции в эти места делаются под кожу. В результате блокируется передача импульсов от нервных окончаний, которые регулируют потоотделение, к потовым железам, и выработка пота прекращается. Это «Наукомания» и смотрите далее. Первые морщины и первые уколы. Есть ли альтернатива ботоксу? Без эмоций действительно ли ботулотоксин парализует все мышцы лица? И можно ли подсесть на иглу? Вызывает ли ботокс привыкание? Может ли ботулотоксин парализовать мышцы лица? И на какие жертвы готовы люди, чтобы продлить молодость? Узнаем у косметолога и дерматовенеролога Егора Олегович. Здравствуйте. Добрый день. Аксак Егор Олегович, заведующий кабинетом косметологии и дерматологии Республиканского центра медицинской реабилитации и больного лечения. Врач-дерматолог первой квалификационной категории, член Белорусской общественной организации дерматовенерологов и косметологов Белорусской ассоциации врачей. Стаж работы более 10 лет. Первый вопрос. Когда, когда к вам бежать за уколами ботокса? 20 лет, 30 лет, 40? Каких-то либо ограничений по возрасту для инъекции ботулотоксины существует. То есть приходить нужно при первых появлениях признаков развития мимических морщин. То есть это может быть 18-летний человек, у которого гиперактивная мимика. Из-за этого образуются мимические морщины. Это может быть человек в 45 лет, который ухаживал за своей кожей, у которого слабо развита мимика. И первые мимические морщины появляются именно в этом возрасте. Вот из вашего опыта, средний возраст ваших пациентов? Зачастую пациентки обращаются где-то после 30-35 лет. Жалея, как только появляются первые мимические морщины, а можно ли каким-то образом оттянуть время это до уков? Да, конечно. Правильное питание, здоровый образ жизни, обязательно использование солнцезащитных средств. Но как только появились первые заломы, только ботокс и ничего другого? Если говорить о мимических морщинах, то да. То есть кардинальное решение проблемы – это только уколы ботулотоксина типа А. Потому что есть мимические морщины, которые образуются в результате гиперактивной работы мимических мышц, а есть статические морщины, которые образуются в результате других факторов. Например? Например, хроническое фотоповреждение и, конечно же, невротимый процесс старения. Мои коллеги побывали на приёме у вашего коллегии и попытались выяснить, что же такое филеры. Давайте посмотрим сюжет. Не блокировать, а наполнять. Главное отличие филеров от препаратов на основе ботулотоксина в том, что они наполняют кожу, как правило, гиалуроновой кислотой и приподнимают ткани, в то время как препараты на основе ботулотоксина попросту блокируют мышцы. Филеры могут использоваться в разных направлениях. Первое – это когда идёт уже антиэйджинговая какая-то терапия, и нам нужно восполнить объём, который утерян. Либо это линия бьютификации, когда молодой девушке хочется сделать акцент небольшой на скулах, на подбородке. Либо не хватает природного объёма, либо ей просто хочется вот именно процедура, это бьютификация. Это вводится в гиалуроновая кислота в виде геля, и она приподнимает ткань. В зависимости от того, куда мы вводим и что мы хотим, чего мы хотим добиться, что хотим получить, мы так и вводим. Либо на кости, либо в жировые пакеты. Можем на лице укладывать. Противопоказания не есть всегда. Это острые заболевания с лихорадкой, это хронические заболевания в стадии обострения, это беременность в 100%, кормление грудью. Для проведения процедуры используют конюли, гибкие иглы, которые затрагивают сосуды, проникая в средние слои кожи. Таким образом она практически не травмируется. Уколами не только можно скорректировать объём, гиалуроновая кислота притягивает воду, а это значит, что кожа увлажняется. Результат сохраняется до года. Филеры на основе гиалуроновой кислоты, они биодеградируемые. Они разрушаются нашими же ферментами. Потому он уходит. Он разрушается до углекислого газа и воды. Всё. Конечно, остаётся какие-то изменения, которые повлёк за собой филер. Но если выбирать филер необходимой плотности, необходимого объёма, знать, куда его укладывать, то, в общем-то, какие-то риски минимальны. Это довольно-таки безопасные препараты. Самая частая, самая тиражируемая сейчас процедура – это губы. Уже пошёл тренд на скулы, на угол нижней челюсти. Мужчины, если мужчины приходят, чаще мужчины – это уже возрастные. Всё-таки мужчины, которые из-за своего положения социального, им нужно выглядеть хорошо. Потому мужчины приходят, но, конечно, это меньше. Мы всё-таки продолжаем про ботокс. Действительно ли ботулотоксин парализует мышцы? Вообще, что происходит, когда в лицо в погоне за красотой вкалывают ботокс? Ботулотоксин блокирует проведение нервного импульса к мышечному окну. То есть мышца мимическая, она перестаёт гиперактивно сокращаться. Где-то около 10 лет назад было очень модно закачивать большие дозы ботулотоксина, чтобы мышцы не двигались вообще. Сейчас, к счастью, все косметологи, драматологи от этого отходят и стараются сделать так, чтобы всё выглядело естественно. Так, чтобы можно было убрать гиперактивность мимической мышцы, но сохранить при этом мимику лица, то есть естественные движения. Я правильно понимаю, всё зависит от дозы? Абсолютно верно. Всё зависит от дозы и от выраженности активности мимических мышц у данного конкретного пациента. Каждый случай индивидуален? Абсолютно верно. Вы смотрите, подбираете? Конечно же, эффект дозозависим. То есть чем выше дозировка препарата, тем сильнее блокируется активность мышцы мимической. Сколько времени нужно для того, чтобы к вам прийти с морщинами, а выйти помолодевшись? От входа пациента в дверь к врачу до его выхода из этой двери проходит 15-20 минут. То есть можно сказать, что это процедура обезьянного перерыва. И никаких после каких-то там реабилитационных мероприятий? Абсолютно нет. Максимум, что может быть, это небольшой синячок или припухлость в месте инъекции. И всё. Который виден только вам, как пациенту, и больше никому, без окружающих. И одна всего лишь процедура или опять-таки зависит от степени? Зачастую это одна процедура, и пациент пропадает как минимум на 3 месяца. То есть каждую последующую процедуру можно делать не раньше, чем через 3 месяца от предыдущих. В среднем эффект от одной процедуры длится от 6 до 80, максимум 12 месяцев. А потом всё возвращается на круги своя? Потом потихонечку пациент сам чувствует, что его, как говорится, начинают отпускать. И он уже приходит к доктору, говорит, доктор, вот я уже чувствую, что эффект сходит на нет. И процедура повторяется. Так сказали, минимум через 3 месяца, да, следующий визит косметологу. Подсаживаются на иглу люди? Привыкание вызывает ботекс? Он вызывает больше психологическое привыкание. То есть человек уже привык видеть себя в зеркале красивым, молодым, и от этого эффекта он больше отказываться не хочет. А физической зависимости этот препарат не вызывает совсем. Ну, может быть, есть люди, которым с осторожностью нужно идти за уколами красоты, за ботексом, или вообще кому-то противопоказан такое бывает? Противопоказания минимальные. Это беременность, это период лактации, это индивидуальная непереносимость препарата, то есть аллергические реакции на белковую молекулу. И неврологические заболевания некоторые. Все остальные противопоказания не относительны. Ну, честно скажите, как врач. Надо или не надо все-таки ботекс? Если есть показания, если есть желание выглядеть долго, красиво и молодой, конечно же, надо. Отлично, спасибо огромное, что нашли время. А мы продолжаем. И смотрите прямо сейчас. Клетки, которые отвечают за молодость кожи, называются фибробласты. Они составляют основную массу клеток и продуцируют те белки, которые поддерживают тонус, эластичность кожи и препятствуют образованию морщин. С возрастом количество этих клеток под воздействием различных факторов уменьшается. Продлить молодость обещает группа ученых, которая работает на базе РНПЦ-онкологии и радиологии имени Александрова. Есть такая технология, которая позволяет замещать или добавлять эти клетки в кожу в связи с тем, что они сами начинают продуцировать продукты экстрацеллярного матрикса. Тем самым мы омолаживаем кожу. Мы берем у пациентов биоптат. Это небольшой участок кожи. Это очень маленький кусочек, то есть это 4 мм. Чаще всего эта технология основана на том, чтобы действительно это было не на лице, это, возможно, за ухом, возможно, на животе. Далее генетический материал отправляется в лаборатории. Уже там их наращивают до определенного количества и возвращают пациентам с помощью инъекций. Это ваши собственные клетки, аутологичные. То есть им нужен процесс для того, чтобы они прижились, да, то есть для того, чтобы они начали вырабатывать белки внеклеточного матрикса, да, то есть коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту. То есть, конечно, это будет длительный процесс. То есть первый эффект мы можем оценивать спустя месяц-два. Чаще всего процедура происходит в два этапа. То есть первая трансплантация, то есть возвращение клеток. Потом идёт дальнейшее наращивание клеточной массы. И через полтора-два месяца мы повторяем эту процедуру. Ну, естественно, ограничения идут после самой трансплантации. До трансплантации это стандартные противопоказания, то есть это хронические заболевания кожи, это килоидные рубцы. После инъекций пациентам в течение 72 часов нельзя пользоваться косметикой, чтобы клетки полноценно прижились. Первые результаты, обещают, будут видны уже через три месяца. Мы стараемся пациентов подбирать по показаниям. То есть если у них уже есть изменения, а они уже начинаются после 30 лет, это снижение тонуса, эластичности кожи, появление морщин, глубоких. Все процессы, связанные с возрастной атрофией кожи, то, в принципе, это уже является показанием к клеточной терапии фибробластами. Это была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Еще больше науки, которая рядом с нами ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниково» в Беларусь-24. Субтитры подогнал «Симон»!